Совсем недавно я рассказывала про взаимосвязь между растениями и Луной, про фазы Луны, как легко определить, какая она сейчас, возрастающая или убывающая, как они влияют на рост и развитие растений, и самое главное, это как правильно использовать это влияние. Поэтому, чтобы не повторяться, ссылку на это видео я закреплю в комментариях и описании к этому ролику. А сегодня, специально для тех дачников, которые придерживаются лунного календаря, я перечислю самые благополучные дни для посева в этом году, чтобы на них сориентироваться и правильно выбрать подходящие дни. Итак, напомню, что в зависимости от расположения Луны на Землю идет различная энергия, и именно она влияет на растения либо благоприятно, либо негативно. Иными словами, растения реагируют на световые и электромагнитные импульсы, которые воздействуют на процессы внутри них. И если действовать в согласии с этими процессами, то можно повысить урожайность культур. И наоборот, если все делать вопреки, то можно свести на нет даже все наши старания. Кратко напомню, что растущая, то есть молодая Луна, своим влиянием направляет соки растений вверх и вызывает активный рост всего того, что находится над землей. Поэтому в этой фазе нужно сажать и сеять все то, что ценно наземной частью, то есть вершками. И в январе такие дни это с 26 по 31 число. И это значит, что если у вас есть отапливаемая теплица, то можно начинать сеять томаты, баклажаны и сладкий перец на рассаду. В феврале же для таких посевов, то есть на вершки, самые подходящие дни это с 1 по 8 и с 24 по 29 число. А в марте уже наступают массовые посадки. И самое правильное время для посева вершков это с 1 по 8 и с 25 по 31 число. При этом не забываем, что помимо помидоров, перцев и баклажанов в это время уже пора сеять цветную капусту и брокколи. А из белокочаны так рано можно сеять только ранние и ультра ранние сорта, так как сроки их возревания очень непродолжительны. В эти периоды также рекомендуют пикировать рассаду, пересаживать растения, вносить удобрения, обрабатывать и рыхлить почву. То есть делать все подземные дела, так как в это время жизненные процессы в корнях замедлены, а значит и риск их повреждения минимален. Далее, в апреле наиболее удобные дни для посева и посадки вершков это с 1 по 7 и с 24 по 30 число. И в это время напомню, что к вершкам присоединяются огурцы, кабачки, патиссоны, тыква. Из бахчевых культур это арбузы и дыни. Продолжаем также сеять белокочаную капусту, только уже ее среднеспелые и поздние сорта. И для тех, кто выращивает сладкую кукурузу через рассаду, то в эти дни сеем ее семена тоже. Тут же добавлю, что в средней полосе в конце апреля можно высевать прямо в грунт такие холодостойкие культуры, как зелень, горох и шпинат. А в мае сажаем вершки с 1 по 6 и с 23 по 31 число. И в эти дни также пропалываем, рыхлим и вносим удобрения. А вот боремся с вредителями с 21 по 23 мая, то есть как раз за день перед новолунием и день после него. Ну а теперь перейдем к стареющей луне, то есть к ее убывающей фазе. И так как в это время все соки растений направляются к корням, то это вызывает активный рост их подземной части. Поэтому в этой фазе нужно сажать и сеять все то, что ценно корешками. То есть делаем акцент на корнях, клубнях и луковицах. Например, в феврале для этого подходит середина месяца, с 10 по 22 число. А это значит, что в эти дни сеем на рассаду корневой сельдерей, лук чернушку и лук порей. В марте же для посева корешков подходит дни с 10 по 23. Поэтому в регионах с теплым климатом, где снег сходит очень рано, сеем редис, редьку, дайкон и даже морковь и свеклу. А вот бороться с вредителями нужно начинать с 23 по 25 число. И в это время, к примеру, можно обработать смородину кипятком. Только напомню, что эту процедуру нужно делать, пока еще на кустах не проснулись почки. Но при этом температура воздуха уже должна быть плюсовая, так как при морозе обрабатывать нельзя. Далее, в апреле благоприятные дни для посева корешков – это с 9 по 22. Поэтому в эти дни продолжаем сеять редис, редьку, дайкон, морковь и свеклу. А с 22 по 24 число, главное, до распускания почек, проводим весеннюю обработку садовых культур от вредителей. В мае же месяце, а точнее с 8 по 21 число, помимо этих же корнеплодов сажаем уже лук на головку, чеснок и картофель. Рыхлим пропалываем и вносим удобрения с 1 по 7 и с 20 по 31 мая. А вот с 21 по 23 боремся с вредителями. Кстати, напоминаю, что новолуние и полнолуние – это периоды особой уязвимости живых организмов. И поэтому в это время вообще желательно воздержаться от любых манипуляций с растениями. И в этом году это, соответственно, 9 и 23 февраля, 9 и 24 марта, 8 и 23 апреля и 7 и 22 мая. Поэтому в эти дни наслаждаемся круглосуточно ничего не деланием. Ну а в завершении отмечу, что какие бы дни для посева вы не выбрали, будете ли вы при этом придерживаться лунного календаря или нет, самое главное – это сажать и сеять с хорошим настроением. И несмотря на то, что в лунном календаре указаны благоприятные дни для посадки, это вовсе не значит, что в другие дни нельзя сажать и сеять. Поэтому берем хорошее настроение и приступаем к посевной. Ведь именно позитивный настрой – это и есть залог удачных посадок. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.